Встреча с сотрудниками Видновского дорожного ремонтно-строительного управления, работниками Экотрансвидна и специализированной похоронно-ритуальной службы, а также представителями товариществ собственников жилья стала второй в наступившем году. В начале собрания Сергей Кошман рассказал о состоянии дел в районе после передачи части его территории в столицу. Говорили и о социально-экономическом развитии муниципального образования, и о совершенствовании системы управления жилищно-коммунального хозяйства. Глава района затронул темы заработной платы коммунальщиков и тарифов для населения за услуги ЖКХ. С одной стороны, понимаешь, что повысить для населения тариф – это больно. Но с другой стороны, понимаешь, что если не повысить зарплату работников коммунального хозяйства – это несправедливо. Поэтому будем думать, как выходить из этой конструкции, датировать отрасль еще какими-то другими способами. Сергей Кошман отметил успехи предприятий и поблагодарил участников мероприятия за добросовестный труд. Руководители унитарных предприятий вкратце доложили о работе в прошедшем году, обозначили существующие проблемы. В ходе делового общения присутствующие смогли задать вопросы главе Ленинского района, его заместителям и сразу же получить на них ответы. Участников встречи волновали вопросы улучшения условий труда, оснащение предприятий необходимой спецтехникой, расширение площадей под нужды организаций. В 2007 году администрация Ленинского района для развития предприятия был выделен земельный участок с целевым назначением по строительству мусоросортировочной станции. Но данный участок был передан другому юридическому лицу. Вот хотел бы узнать, есть ли все-таки надежда, что для развития нашего предприятия будет выделен земельный участок с целевым назначением по строительству мусоросортировочной станции. Мы судились с этим предприятием и в ноябре месяце состоялся суд, который постановил рассудоргнуть договор аренды с этим арендатором. И уже сейчас мы можем приступить к оформлению этого земельного участка для нужд подразделения эго-трансфильма. Подобные встречи главы муниципального образования с представителями трудовых коллективов предприятий организации Ленинского района будут продолжаться и впредь. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.